Добрый день, Украина! Здравствуй, Украина! Сегодня мы с вами общаемся вот с женщиной. Это все было до того, как начала гореть гостиница в Полтаве. Эта женщина тоже страдает из-за вот этого всего, что происходит от компании. Давайте все. Представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Елена Сидоренко. Моя семья является собственником ряда нежилых помещений в городе Миргороде, которые на сегодняшний момент тоже стали жертвами ПАТ-ВТБ банка, в частности, юридической компании «Селепей Волковецкий партнеры», она же финансовая компания «Полис». Случилось недоразумение, которое привело к тому, что мы оказались, наше предприятие оказалось в суде вместе с ПАТ-ВТБ банком. А именно, в 2008 году был взят кредит нашим предприятиям у ПАТ-ВТБ банка, но по истечении 3-4 лет мы стали замечать, что те средства, которые мы зачисляем в счет погашения кредита, они просто стали не доходить до надлежащего, скажем так, расчетного счета, в счет погашения кредита. Мы перестали платить, и в свою очередь ПАТ-ВТБ банк обратился и подал на нас в суд. Мы в свою очередь подали встречные исковые иски, и в результате всех этих мероприятий, встречных исков, было приведено ряд экспертиз, и в частности, последняя экспертиза Киевского института экспертиз подтвердила, что ПАТ-ВТБ банком в одностороннем порядке были увеличены суммы кредита, что запрещено законом без разрешения ипотекодержателя, и эксперты порекомендовали провести ревизию ПАТ-ВТБ банка, поскольку на требования суда были предоставлены суду те платежные поведомления, о которых мы даже не знали. А именно, в ряде платежных поведомлений речь идет о том, что, перечисляя деньги по кредиту в размере 20 и 50 тысяч гривен на тот или на расчетный счет банка, эти деньги, согласно платежных поведомлений, зараховывались лишь в 2012 год. В связи с этим у нас возникли разногласия, и в ноябре 2015 года мы получили заключение с института Книссе, в котором четко было указано то, что я сейчас сказала. Это произошло в середине ноября 2015 года. У нас ведутся суды, и буквально через полтора месяца мои родные и близкие, в частности мои родители, стали получать по телефону угрозы. Стали поступать угрозы от представителей юридической фирмы «Селепей» и «Волковецкие партнеры», она же финансовая компания «Полис», от пана Кривутенко Андрея, который достаточно нецензурно... Нецензурно... Ну как это вам объяснить? Это даже сложно говорить. Он сам звонил по телефону, представлялся... Он представлялся, что он является собственником наших предприятий, наших нежилых помещений, и начинал требовать деньги. Но все это происходило в такой нецензур... В таком тоне, что... Он нецензурно ругался, выяснялся? Он не просто нецензурно ругался, он еще и угрожал. А чем он угрожал? Ну, он угрожал тем, что могут быть причинены те или иные телесные повреждения мне, моим родным, близким, что может быть причинен вред нашим предприятиям, они могут быть взорваны... Еще раз, фамилиями отчества... Кривутенко Андрей. Этот звонивший представлялся вот этими фамилиями отчества? Да, у меня есть его телефон. После ряда таких сообщений я ему сообщила, говорю, извините, пожалуйста, но у нас ведутся суды. Очередное заседание назначено на 10 декабря. По какому праву вы вообще мне звоните и кто вы такой? Но звонки продолжались, и все закончилось тем, что я вынуждена была встретиться с этим человеком. Я приехала в город Киев. Это улица Шелковичная, 42-44, 13 этаж, первый офис. Фактически здание, офис без окон и без дверей. То есть зайти туда можно, выйти не так легко. Меня встретил молодой человек лет 35-40, и на стол мне была положена папка «Наше кредитное дело», в котором было сообщено, что якобы ПАТВТБ-банк продали наш кредитный долг финансовой компании «Полис». Меня заболевала, и кто скажет на украинском мове, привезти до конца года, до 31 декабря 2015 года сумму в районе 1,2 млн. Не имея никаких документов, ни подтверждений, ничего. Я объясняла, что у нас идут суды, что есть заключение эксперта, что будет проводиться ревизия. Вы не имеете права совершать подобные действия, пока не будет окончательного решения суда. Тем более, что на здание наложен арест. Идут суды, и в целях обеспечения иска еще в 2013 году был наложен арест на данное здание. Но угрозы шли такого характера и такого плана, что я согласилась и сказала, что хорошо. Не подставая, не поддавая, ну скажем так, чтобы моя семья не пострадала, я согласилась, что я привезу 800 тысяч. Вы чувствовали, что угрожают вам лично, семье вашей? Конечно, да. Я вынуждена была согласиться, и мы договорились, что после новогодних праздников я привезу сумму в районе 800 тысяч. Сделка была договорена на 18 февраля 2016 года. Эти деньги я привезла. 18 февраля в 10 часов утра я приехала в Баттеба-Банк. И сказала, что в связи с тем, что поступают подобного рода звонки, мне сообщили, что вы продали наш дом. Я готова закрыть этот кредит, не дожидаясь решения суда. Вот со мной 800 тысяч гривен. Единственное, я говорю, вас о чем прошу, говорю, дайте мне справку о том, что мы вам уже ничего не должны. И заберите дела из судов, раз уж так получается. Мне отказали. И сказали, что при передаче 800 тысяч гривен я на руки получаю только справку на 30 тысяч. Вы даете 800, а получаете документ на 30 тысяч. То есть я даю 800 тысяч гривен, да. А мне Криутенко Андрей дает 30 тысяч гривен. Все эти действия будут зафиксированы нотариусами, но в офисе финансовой компании «Полис». То есть они даже не захотели идти в нотариальную контору. Конечно же я отказалась. Но как можно отдать 800 тысяч? При этом тебе на руки дают 30 тысяч. И банк не дает никакого подтверждения о том, что они действительно подписали какой-то кредитный договор продажи. Понимаете? Я сказала, что все. Поскольку у нас ведутся суды, здание арестовано, будем ждать окончательного решения суда. В мае месяце, 11 мая, мне на телефон стали поступать звонки от наших арендаторов в наше помещение, сданное в аренду. И мне стали говорить о том, что извините, что объявился новый собственник. 11 мая я узнала, что в 11 часов вечера два частных нотариуса города Киева, нотариус Татаринцева и нотариус Тышко, сняли судебный арест. Без 15-11 вечера, 25 марта, нотариус Татаринцева сняла судебный арест, а частный нотариус Тышко переоформил право собственности на финансовую компанию «Полис». Это произошло 11 мая. 18 мая я обратилась в правоохранительные органы города Полтава и города Киев о возбуждении условных производств в отношении нотариусов и работников финансовой компании «Полис». К сожалению, на сегодняшний день не проведено ни одного следственного действия, ни допрошенные, ни опрошенные, ни как потерпевшие, ни эти нотариусы. Одновременно я обратилась с тремя исками в окружной административный суд города Киева. Дела сейчас находятся у судей Погребниченко, Кобылянский. Вместе с исками мы подали клопотание про забеспечение позову, а именно, чтобы запретить нотариусам совершать те или иные регистрационные действия. Мы получили отказы. Судьи написали, что нет оснований для вынесения подобных документов. Одновременно мы подали иск в хозяйственный суд города Киева о признании данного решения права собственности на финансовую компанию недействительным. И также подали клопотание про забеспечение позову. Судья Мудрый нам отказал. Была подана апелляция. Апелляция оставила клопотание без удовлетворения. То есть судьи на сегодняшний момент, они не видят оснований для того, чтобы хотя бы нам обеспечить наши исковые требования. Я всякий раз спрашиваю, что должно произойти. Должны быть взорваны, должны быть сожжены эти объекты, чтобы судьи видели, что действительно пока идут суды хотя бы обеспечить, чтобы в дальнейшем наша недвижимость не была продана, подарена и тому подобное. На сегодняшний день приезжал некий представитель этой финансовой компании, некий Иван. И они нас заставляют забрать иски из судов. И здание мы вышли, потому что нас было поставлено в такие рамки, что если бы мы освободили здание, мы его просто сожжем или подорвем. Это открыто было сказано? Да, это говорилось открыто. Поэтому беря во внимание, что наши нежилые помещения находятся в жилом фонде, это пятиэтажный дом, жилой фонд, конечно, никто рисковать не будет. Мы даже не спорили. Все, что нам остается, это судиться и надеяться на то, что правоохранительные органы как-то займутся этим, заинтересуются. Одновременно мы подали жалобы у Министерства юстиции на нотариусов, на что мы получили ответ, что, извините, это гражданско-правовые споры, пожалуйста, обращайтесь в суд. У меня такой вопрос. Скажите, но все равно это какой-то бизнес, да? У нас нежилые помещения, которые мы отремонтировали, евроремонт, это центр города, мир города, они сданы в аренду. Там аптеки, магазины, кулинарные. Вопрос, чтобы вы поняли. Это бизнес, с которого вы платите налоги, я правильно понимаю? Конечно, конечно. У вас есть задолженности по налогам? Нет, но о чем вы говорите? Даже по сей день нет. Мы едины. Я правильно понимаю, несмотря на то, что вы надежный налогоплательщик, сколько примерно налогов в месяц вы платите? Можете ориентировочно хотя бы сказать? Ну, сейчас у нас... Я в тупик вас поставил. Хорошо, снимем вопрос. Нет, нет, вы меня не поставили в тупик. Сейчас у нас в связи с тем, что финансовая компания полис у нас забрала всех наших арендаторов, они перезаключили договоры. А до того, как случилось? А до этого в районе 11-17 тысяч гривен. Ежемесячно? Ежеквартально. Ежеквартально. 11-17 тысяч. Плюс рабочие места, конечно же. Сколько у вас людей работало? У нас работало до 10 человек. Официально, трудоустроенные, за которых вы платили налоги за зарплату, все. Я правильно понимаю, что у вас ситуация такова. Вы налогоплательщик, вы платили деньги государству, и на сегодняшний момент государство никаким боком не хочет вам помогать. То есть эти судьи, прокуроры, полиция, все они существуют за те деньги, которые вы платили, а... Я правильно понимаю? Полное бездействие. Вы во все двери стучите и ничего не слышите в ответ. У нас единственный шанс, это обратиться к средствам массовой информации, чтобы, может быть, эта ситуация, она приобретет какую-то массовую, может быть, поддержку. Потому что, когда мы столкнулись с правоохранительными органами, с судами, с полицией, с Министерством юстиции, получили везде отказ, то что остается? Ну, только уповать на то, что судится, судится и еще раз судится. Ну, по телевидению, почему я сейчас здесь перед вами, то, что произошло в Полтаве, мы узнали случайно об этом, потому что я живу в Киеве, мне позвонили родители и сказали, что вот, посмотри, что происходит в Полтаве. Конечно, когда я услышала, что это та же финансовая компания, Полис, она же юридическая компания, Селепей-Волковецкие партнеры, конечно, я сама себе сказала, что это оставлять уже так невозможно. Потому что в стране работает хорошо спланированная, организованная банда. Мало того, что они заручились поддержкой частных нотариусов, черных нотариусов, которые работают круглосуточно, они по ночам снимают аресты, они переоправляют право собственности, они разъезжают с людьми. Мы не можем понять, что это за люди с ними приезжают. Вы поймите правильно, это военная форма, это оружие в руках. Входят в помещение, заходят люди с оружием на руках. Как мы должны реагировать? Ну да, это страшно. Это ужасно, вот поймите правильно. Тогда ты знаешь, что вроде бы ты живешь и работаешь в правовом государстве. Если твои права нарушены, ты идешь в суд. Ты ждешь этого окончательного решения суда. Но это ты его ждешь, этого окончательного решения суда. Его не ждут те люди. Я еще раз говорю о том, что финансовая компания «Полис» и ее основателями являются Волковецкий, Селепей и Кривутенко. Они же собственники юридической компании. А это юристы. Это юристы, адвокаты фактически, которые должны защищать людей. Но что они делают? Они с помощью, извините за выражение, продажных черных направлений, благодаря тому, что имеют ту или иную финансовую поддержку, они совершают подобного рода действия, которые мало того, что все это подкреплено людьми в черной форме с оружием на руках. Кто это? Что это? Я неоднократно задавала вопросы. Это охранные предприятия, это охранные фирмы. По какому праву у людей такое хуже? Они проходили какие-то проверки. У них есть подготовка, у них есть лицензия. Мы ничего не знаем. Просто такая беда завтра может произойти с каждым. С каждым с тобой. Я еще раз говорю, что я бы никогда здесь, может быть, не сидела бы перед вами, если бы не произошло то, что произошло в Болтаве. Понимаете? Мы просто услышали, что там просто все сожгли. Мы были в точно такой же ситуации. И нам грозились все сжечь и подорвать. Мы просто вышли, мы освободили. Недвижимость осталась целой лишь потому, что вы вышли. Да, мы просто освободили. Мы сказали, все, пожалуйста. Вы вышли из-за того, что боялись? Конечно. Ну, когда перед вами стоят вооруженные люди? Ну, как вы? Это любой нормальный человек будет бояться и переживать за свою жизнь. Ну, вот так, выгодно ли в нашей стране быть налогоплательщиком? Сразу же становится вопрос. Хорошего мы не слышим от вас, к сожалению. Мы надеемся, что у вас все кончится хорошо. Мы тоже надеемся. Свою работу я сделаю вам, обязуюсь. Ну что, удачи вам. Держитесь. Да, мы держимся. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.